Чем ближе 10 июня, тем больше подробностей об iOS 18 появляется в сети. Так, одна из фишек будет полностью копировать то, что доступно пользователям Android-смартфонов уже несколько лет. Также пользователи смогут создавать собственные эмоджи при помощи искусственного интеллекта. А на ваши вопросы вместо туповатой Siri будет отвечать умный и продвинутый чат GPT. Сейчас подробно все обсудим, но перед началом рекомендую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, вы на канале Копипаста у микрофона Антон, поехали! Итак, начнем с внешнего вида. Мы с вами привыкли, что iOS в этом плане строгая операционная система, и нам доступно минимум возможностей что-то изменить. Однако, как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, в iOS 18 пользователи смогут изменять цвет иконок на главном экране и размещать их в произвольном порядке. И если со вторым все понятно, то вот первая идея явно подсмотрена у ребят из Google. Ведь начиная с Android 13 в системе появились тематические значки приложений. Все они меняют цвет и подстраиваются под вашу тему. Все это сделано в рамках крупного дизайн-обновления Material You. Но тут есть небольшая проблема. Дело в том, что меняются только те иконки, в которых разработчик предусмотрел эту функцию. И тут дела идут очень плохо. Какие-то приложения поддерживают, а какие-то нет. У Apple в этом плане дела будут идти лучше. Разработчикам просто дадут срок на обновление иконок. Не обновил? Приложение не доступно в App Store. Все просто. Поэтому, хоть и функция доступна в Android, лучше она будет работать в iOS. Но это только вершина айсберга. Как сообщает Марк Гурман, обновлений будет много. Давайте пройдемся по ключевым. Появится возможность ретушировать фото. Транскрипция голосовых напоминаний. На электронные письма и сообщения будет предлагаться ответ. Улучшенный поиск в Safari. Более естественное взаимодействие с Siri. И умные итоги пропущенных уведомлений и сообщений. Что же касается Siri, то вероятнее всего, этот голосовой ассистент будет работать на базе чат GPT. Ведь, как сообщает Гурман, Apple и OpenAI подписали соглашение, и теперь в iOS мы с вами ждем встроенный чат GPT. Шаг определенно хороший, учитывая, что у конкурентов есть Google Jiminy. Кроме того, Apple также активно разрабатывает собственную технологию искусственного интеллекта. Сообщается, что Apple разрабатывает модель искусственного интеллекта под названием Ajax для таких задач, как анализ текста и умные ответы. Ну и отдельно в iOS 18 можно будет делать свои эмодзи при помощи генеративного искусственного интеллекта. Хотите необычный эмодзи, которого еще нет в iOS? Вводим промпт и получаем свой уникальный эмодзи, который можно отправлять в мессенджерах. Единственное, что может расстроить, все функции, связанные с искусственным интеллектом, по словам Гурмана, в iOS 18 будут с пометкой бета-версия. Все просто. Так компания обезопасит себя от неточных или даже опасных результатов. Вот, например, на вопрос, сколько камней надо есть в день, нейронка от гугла отвечает, что надо есть как минимум один камень в день. А на запрос, сыр не прилипает к пицце, нейромозг предлагает использовать нетоксичный клей. Так что не забывайте, искусственный интеллект это, конечно, хорошо, но свой мозг куда лучше. И иногда стоит все-таки подумать самому, а не спихивать все на нейросетки. Покажут операционные системы уже 10 июня на мероприятии WWDC 2024. Сразу после анонса они станут доступны для разработчиков. В июле традиционно начнется открытое бета-тестирование. А уже в сентябре, после анонса смартфонов линейки iPhone 16, операционная система iOS 18 станет доступна всем желающим, при условии, что ваш смартфон поддерживает эту версию системы. А какое из этих нововведений в iOS 18 вам кажется интересным и нужным? Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Кобиваста у микрофона Антон, до связи и хорошего дня!